Королева попа Ники Минаж и короли кей-попа корейский бойсбенд BTS объединились. Все началось с того, что музыкальные исполнители начали поддерживать друг друга в соцсетях. BTS выложили у себя альбом Ники и подписали, что им он очень нравится. Минаж, в свою очередь, поблагодарила парней. Но на этом дело не закончилось. Поклонники музыкантов в комментариях устроили онлайн-вечеринку, начали обмениваться их лучшими треками. Таким образом, фандомы Ники и BTS и вовсе объединились и назвали себя королевской семьей. А затем ожидания оправдались. Артисты выпустили совместный клип на песню «Айдол». А теперь о тех, кому повезло меньше. Вернее, вообще не повезло. Хакеру, слившему обнаженные фото актрисы Дженнифер Лоуренс, грозит 8 месяцев за решеткой. 26-летний Джордж Гарафану еще в апреле признал себя виновным. Дело вызвало общественный резонанс. Еще бы, ведь Дженнифер Лоуренс признана самой богатой актрисой планеты. Также на счету хакера взломаны аккаунты актрисы Кирстен Данс и певицы Арианы Гранде. И на десерт внезапное появление певицы Аврил Лавин. Пять лет о девушке не было ничего слышно. И тут вдруг она анонсирует новую песню. Все эти годы певица боролась с болезнью, спровоцированной укусом клеща. В своем обращении Аврил написала. «Я провела последние несколько лет дома, борясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни, годы эмоциональных и физических сражений». Так что фанаты могут быть спокойны. Певица возвращается на сцену. Музыка и правда объединила и связала всех. В музее-заповеднике Коломенское прошел второй международный фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец» под патронажем певицы Зары. В этом году на сцене выступили новые участники из шести государств, многие из которых исполнили песни на своем родном языке. Уникальность музыкального проекта заключается в том, что фестивали подобного уровня и направления являются большой редкостью. Именно этническая музыка – основа современного музыкального мира. «Исполняла именно народные и авторские, именно на армянском языке. И это, конечно, очень здорово, когда люди, которые не понимают языка, с тобой вместе так реагируют, так тебе аплодируют. И прям как будто мы все влились в одно единое. Я даже не заметила, как быстро у меня закончилось выступление». Этнический опен-эйр оказался богат на слоганы. Само название фестиваля «Музыка наших сердец» – это прекрасная возможность расширить культурные познания и найти в песнях что-то свое. Безусловно, мероприятие такого уровня уже завоевало успех у многих любителей музыки. А сами артисты остались благодарны появице Заре за такую идею. «И сегодня здесь, на этой сцене, каждый артист рассказывает о своей родине. Поэтому, мне кажется, задумка прекраснейшая просто. Так что мой поклон Заре за эту идею и за воплощение ее в жизнь». Будучи идейным вдохновителем и организатором, певица Зара весь вечер не сходила со сцены и провела фестиваль от начала до конца. Фестиваль в Коломенском планируют проводить и в следующем году. А значит, признанная ЮНЕСКО артистка во имя мира Зара продолжит сохранять традиции нашего культурного наследия. Эту историю невозможно не помнить. Без дрожи в голосе невозможно рассказать и без мурашек по телу слушать. Знаменитый российский режиссер Сарик Андреасян снял фильм, основанный на реальных событиях. Непрощенный. Главную роль в нем сыграл Дмитрий Нагиев. «Это очень известная история. Она произошла в 2002 году. И, соответственно, в принципе, всю свою осознанную жизнь я об этой истории знаю, потому что о ней писали от, я не знаю, от Нью-Йорк Таймс до... В принципе, эта история взорвала мир тогда». Всем известная история об инженере-строителе Виталии Калоеве, который потерял свою семью в авиакатастрофе. Два самолета столкнулись над Бодинским озером, и в этом был виноват никто иной, как диспетчер. Решив снять фильм, Сарик Андреасян лично встретился с реальным прототипом главного героя. «Я просто хотел с ним встретиться, потому что человек жив, он живет в нашей стране. Это была его семья. И, соответственно, я сказал, что фильм будет сделан максимально с уважением к жертвам этой трагедии, потому что погибла не только семья Виталия Калоева, но еще 50 детей, которые были на борту. То есть это, в принципе, большая трагедия. Поэтому я просто максимально хотел донести, что это будет сделано с уважением к его семье». Напомним, что съемки фильма продолжались несколько сезонов и проходили не только в России, но и за ее пределами. Смена локации, работа 24 на 7 и, более того, сложные эмоциональные сцены. «Самое сложное было «Допрос». Это сцена, когда мы были один на один. То есть это была очень темно структурированная сцена. То есть мы были в темной комнате, цвет был приглушен. Были только полутона, снималось в профиль. И когда с глазу на глаз я находился с Калоевым и предлагал ему сделку». «Несмотря на все сложности, съемочный процесс проходил в теплой дружеской атмосфере. Режиссеры и актеры остались довольны результатом». «Я умер. Еще в день катастрофы. А ну-ка, просыпайся. А ну-ка, просыпайся в рецепт. Папа тебя нашел. Ну а премьера фильма «Непрощенный» состоится 27 сентября. Так что ждать осталось совсем недолго». «Всем доброго дня. Это Эмма Эм. Вы находитесь на съемках моего нового клипа «Солью». И этот репортаж специально для Russian Music Box. Эмма Эм выпустила клип на песню «Солью». В ролике артистка оказывается в больнице, где ей дают наркоз и принимаются извлекать из ее груди самые разные предметы. «Микрофон», «Книгу», «Очки», «Аудиокассету». «Это не первая работа, которую мы делаем вместе. И каждый раз это безумное творчество во всех его безумных проявлениях. Предыдущие работы были безумные, но по уровню безумия эта работа превосходит всех». Другая Эмма бродит по соседним комнатам и вступает в схватку с куклой, похожей на нее саму. Авторы клипа говорят, что этот сюжет появился не просто так. Сама певица и ее команда – давние поклонники сериала «Эш» против зловещих мертвецов. И некоторые сцены являются отсылками к нему. «Когда альтер-эго мешает, а иногда помогает тебе добиться своих целей». «Мы замахнулись на классику жанра, на трэш, на хоррор. Все то, что не хватает отечественной эстраде». Идея клипа заключается в том, что в каждом из нас есть как светлая сторона, так и темная. Смотрите его на Russian Music Box, а после разбудите своих внутренних демонов. «Песня о безудержной, безумной, острой любви, которая оказалась на грани эмоций». Сегодня мы наконец узнаем имя победителя на новой волне 2018. Кто этот счастливчик? Смотрим и не переключаем. В день закрытия конкурса глава города Сочи Анатолий Пахомов вручил председателю жюри конкурса Игорю Крутому и генеральному директору конкурса Александру Румянцеву знак подсчета – награду, признание и подсчет сочинцев. По поручению жителей города Сочи, решением городского собрания, группой Игорь Якович награждается медалью «Признание и подсчет сочинцев». Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» проходил в Сочи с 4 по 9 сентября. Главная цель мероприятия – открытие для зрителей музыкальных талантов. Конкурс демонстрирует миру, что такой музыкальный форум необходим странам, где вопрос развития современной музыкальной культуры приоритетен. Для меня все конкурсанты, скажем так, находятся в какой-то равнозначной категории. Я за всех одинаково переживаю, потому что считаю, что все, кто здесь находится на конкурсных днях, кто выступает, они уже состоявшиеся артисты. Это потрясающее ежегодное событие, и то, что здесь действительно есть талантливые люди, талантливые ребята, которые должны в первую очередь получить от этого огромные эмоции. С такими учителями вокруг, рядом с профессионалами, я думаю, что у вас, у многих, тех, кто сегодня здесь принимает участие, будет достойная музыкальная карьера. Призовой фонд «Новой волны» в сумме 7 миллионов рублей между собой разделили четверо конкурсантов. Почетное третье место заняла представительница из Греции, молодая певица Дэми. Серебро поделили между собой двое – Дарья Антонюк из России и Геворг Арутюнян из Армении. Члены жюри дали участникам одинаковые баллы за все дни выступления. Все то, что происходит в нашей жизни, каждый наш день – это уже победа. Что мы живем, мы счастливы, радуемся, поем и можем заниматься любимым делом. Я очень рад, что мне улыбнулась удача и вообще посчастливилась принять участие в этом конкурсе. Победителем конкурса «Новая волна-2018» стал Дан Розин. Российский музыкант, аранжировщик и композитор сам пишет песни, исполняет их и играет на нескольких музыкальных инструментах. Ну вот и стало известно имя победителя. Выиграла Россия. Дан Розин, вперед! Между прочим, Дан, я за тебя болела. Вот наш победитель – это Дан. Дан, расскажи, какие у тебя сейчас эмоции, что у тебя внутри происходит? Счастье невозможное, абсолютно невозможно описать все, что со мной творится. Спрашивают, ожидал, не ожидал, все плачут вокруг. Я один спокойный, наверное. А ты просто, наверное, не можешь поверить, что такое произошло. Столько дней, столько упорного труда, и ты первый. Это же круто! Именно, абсолютно. У представителей из России победителя конкурса «Новая волна-2018» была большая группа поддержки. Даже среди звезд шоу-бизнеса нашлись поклонники его творчества и таланта. Розин победитель «Новой волны-2018». И это классно. Вы знаете, чем? Что я лично считаю, это мое личное мнение, что это самый честный конкурс, на котором неподкупные жюри, и ничего ты не сможешь сделать, только своим талантом пробиться. Во-первых, пусть пройдет красивая эйфория, больше доступа к своему зрителю. Вкусить победу, но на этом не останавливаться, это только первый трамплин, который будет в вашей жизни. Впереди череда сложных испытаний, в которых вы должны доказать, что для вас есть реальное место на сцене. Их лет артистических жизней. Вот то, как его звезда загорелась, чтобы она горела очень долго, потому что это самое сложное на данном этапе. Тройка лидеров, которые сегодня определились, да, первая, вторая, третья, это люди, которые действительно оказались достойнейшими на сегодняшний момент, вот на этот период времени. Сергей Лазарев, кстати, тоже является победителем конкурса «Новая волна», но это случилось еще во времена существования группы «Смэш». Музыкант довольно скептически отнесся к выигрышу Дана Розина. Я просто посоветовал чуть побольше заниматься танцами, для того, чтобы чуть лучше еще двигаться. Потому что голос есть, прекрасная внешность есть, песни есть. Мне бы еще хотелось, чтобы чуть-чуть побольше подвигался. После объявления результатов началась долгожданная автопатия, на которой выступил кумир миллионов, исполнитель хита «Мамба номер пять» Лу Бега. Россия опять победила, впрочем, как и всегда. Дан Розин, этот вечер сегодня посвящается только тебе. Девчонки, победа за Россией! Вот и завершился очередной конкурс «Новой волны-2018». Но мы, в свою очередь, хотим поблагодарить организаторов всего концерта. Это было незабываемо. Каждый год все лучше и лучше. Девчонки, победа за Россией!